По итогам прошедшего года Тамбовская область вошла в десятку лучших по эффективности работы исполнительной власти. Регион получил более 80 миллионов рублей. Губернатор принял решение направить денежные средства на места. Уварова вошел в тройку лидеров по социально-экономическим показателям и получит грант в размере полутора миллионов рублей. Общественный совет города выбрал наиболее оптимальный путь в решении вопроса, куда направить деньги. Голосованием были определены две программы – очистка пруда второго микрорайона и приобретение современной новогодней елки для жителей первого микрорайона. При выборе члены совета отталкивались от двух составляющих. Деньги должны принести пользу жителям разных районов. Кроме того, стоимость работ должна строго укладываться в рамке полутора миллионов рублей. Следующая ступень реализации программы – одобрение проектов самими жителями. Подписная кампания проходит в двух направлениях. Члены инициативной группы проводят встречи с трудовыми коллективами, где предлагают жителям города оставить свою подпись в поддержку проектов. Данные проекты выбраны не только из эстетических соображений. Есть экономическая составляющая, но установка живой новогодней елки, которая не так красива и часто оформлена лишь отдельными игрушками из картона, который мокнет и выглядит нелицеприятно, тратится немалые деньги – около 200 тысяч ежегодно. Современная же зеленая красавица прослужит не менее пяти лет. Что касается пруда второго микрорайона, то есть возможность привлечь к его благоустройству дополнительные полмиллиона от Управления по охране окружающей среды. Ну, хоть как-то облагородить можно. А в этом он давно в плачевном состоянии. Спасибо, что хоть за камышом сейчас смотрят, да вырубают. Ну, и подчищать будут до камня. А берега, если, ну, как следует, укрепят их, обработают. Прекрасное место для отдыха будет. Подписная кампания идет и на улицах города. Реакция горожан в подавляющем большинстве положительная. В общей массе население реагировало положительно. Люди очень довольны тому, что о них помнят. И в основном, конечно, радовались жители первого микрорайона. Жители четвертого микрорайона также довольны тому, что у них проведут работу по очистке пруда. И будет где погулять с детьми, отдохнуть в свободное от работы время. Подписная кампания подходит к завершению. Жители активно приняли участие в ней и удалось собрать необходимое количество подписей – не менее 5000. Программа «Народные инициативы» будет продолжена и в следующем году. Если городу удастся занять призовое место в области по показателям социально-экономического развития, нас ожидает новый денежный грант. Любовь Дичкова, Вадим Полосмин, Александр Трегубов. НашГород.